Привет-привет! Сегодня я расскажу тебе, как я делаю свои губы пухлыми и красивыми, а также привлекательными и объемными с помощью подручных средств, которые есть в косметичке у каждой девушки. Прежде всего, нужно очистить свою губу от излишков помады, блеска или еды, если вы покушали, чтобы они были сухими и чистыми. Далее нужно увлажнить свои губы и желательно натуральным бальзамом. Я буду использовать карпатский бальзам на основе пчелиного воска, он очень хорошо увлажняет губки и залечивает трещинки. Пока бальзамчик впитывается, мы подбираем два карандаша для губ. Первый карандаш для губ должен быть или такого же оттенка, как губы, или на тон темнее цвета губ. Второй оттеночек должен быть темнее на тон первого карандашика. У меня это карандашики от фирмы Everline. Первый в оттеночке 12 Pink и второй в оттеночке 15 Red. Далее, что нужно сделать? Первым карандашиком нужно заполнить весь объем губ, а также красиво провести контур губы. Аккуратно и ровно. Далее, вторым карандашиком мы аккуратно закрашиваем уголочки губ, делая такой небольшой переход от темного к светлому. Срединку губ мы не закрашиваем. Следующее, что я использую в макияже губ, это розовый корректор исполитый оттеночком корректора Алиэкспресс. У меня она миниатюрная. Выберите те, которые у вас есть. И он мне нравится, потому что он такой невесомый, прозрачный. И я его немножко-немножко совсем наношу именно на ту часть, где мы не закрашивали темным оттенком и немного тушую края темного оттенка. Последний этап его можно выполнить по желанию. Я с помощью ярких блестящих теней. Ну, например, давайте возьмем вот этот розоватый оттеночек перламутровый. Немножечко выделяю на губой пространство. В зависимости от того, насколько интенсивный мы хотим оттенок посредине губы, то есть вот эту именно визуально выпуклую часть мы добавляем или наоборот убираем вот этот корректор. То есть я варьирую от своего настроения, так сказать. Сегодня он у меня не сильно так виден, поэтому сегодня у меня такое настроение. Утром я захочу, чтобы там было больше корректора и губа выглядела более объемной. Поэтому тут уже смотрите на свой вкус и цвет. И вот такой результат у меня получился. Мне очень нравится. При нюмном освещении выглядит просто потрясно. Губы выглядят аккуратными. И что самое интересное, чем нюдовее будет основной карандаш, тем круче выйдет оттенок. Для тех, у кого очень маленькие губки, я советую не делать четкий контур, чтобы он был немножко такой размазанный. Это позволяет создать эффект пигментации губ, то есть увеличенного такого объема губ, красивых пышных губочек. Поэтому смотрите, какой у вас исходный материал и делайте свои губы и без того красивыми с помощью косметики. Теперь вы знаете, каким трюком я пользуюсь для того, чтобы сделать свои губы привлекательными и объемными. Этот трюк очень мне помогает и работает на мне замечательно. Я надеюсь, что вам тоже это подойдет и понравилось и тоже вам придаст пухлости губ. И напишите, какими трюками пользуетесь вы для того, чтобы сделать губы более пышными. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!